всем привет дорогие друзья из алании сегодня как видите у нас немного пасмурная погода но очень тепло и комфортно сейчас на улице порядка 20 градусов наступает зима осень зима и пришло время поговорить на очень важные интересные для всех вас тем и сегодня в этом видео мы озвучим тему того сколько же люди граждане турции и иностранцы зарабатывают работая здесь официально если вы хотите чтобы я вам рассказала о том как найти работу в турции обязательно пишите в комментариях а в этом видео я расскажу вам о тех суммах о том сколько люди получают денег на руки так вот в турции нет разницы между тем иностранец ты или гражданин если ты иностранец и работаешь официально по рабочей визе твоя минимальная зарплата равна минимальной зарплате гражданина турции и на данный момент она составляет две тысячи четыреста пятьдесят лир около двух тысяч пятиста лир плюс работодатель платит налоги и платит страховку поэтому как вы видите разницы абсолютно никакой нет но зарплата зависит от того где вы работаете кем вы работаете в каком городе вы проживаете в этом видео я вам говорю только об официально работающих иностранцев с иностранной визой и гражданах давайте послушаем юлию которая руководит салоном красоты в алании и является одновременно работодателем она гражданка турции у нее официально работающая фирма и официально работающие люди здравствуйте я юлия санаяс руководитель студии профессиональной студии маникюра которая находится в алании не буду говорить за других за себя скажу что у нас нет отличия зарплате наши мастера работают на проценте и получают также страховку мы оплачиваем страховку это медицинское страхование и пенсионное хорошим мастерам нужно хорошая достойная зарплата у нас мы работаем 50 и 50 если это хороший специалист здесь неважно турок ты или иностранец если ты профессионал в своем деле специалист то естественно соответственно и зарплата должна быть как у хорошего специалиста любой труд нужно уважать и хорошо оплачивать это мое мнение как бы я этим руководствуюсь хотя у нас граждане турции работают но если я буду брать иностранца то условия будут ничем не отличаться от граждан турции первое условие для того чтобы получить работу в нашем салоне это наличие турецкого гражданства неважно турок ты русские русскоговорящие там кто-то там пола национальности самое главное уровень профессионализма чтобы не терять престиж нашего салона чтобы все отсюда уходили довольны с прекрасным настроением турцию я приехал 2010 году и официально была приглашена на работу в одной из строительных компаний анталии конечно же мне была оформлена рабочая виза и я получала официально стандартную минимальную зарплату со страховкой во многом размер заработной платы зависит от того где вы работаете какая у вас профессия сколько вы языков знаете в каком городе вы живете если вы проживаете в алании то в принципе трех четырех тысяч лет вам будет достаточно если тем более этой семье но если вы например живете в стамбуле моя знакомая живет в стамбуле и получает зарплату более 7000 лет потому что аренда дороже и проживание в стамбуле намного дороже но как я уже сказала основная зарплата минимальная которая установлена государством она одинаково для иностранцев работающих с рабочей визы и для граждан без вас Они оригинальный агурцией для них, которые они имеют учитывателю. Особенность в празднике года, для них, одна из-за визитовцев. Есть 2 агурцией, которые они не имеют вкладывать. Это 18 лет, 1-е с 18 лет, 2-е с 18 лет, 1-е с 18 лет, 2-е с 18 лет, 2-е с 18 лет, 3-е с 18 лет, 3-е с 18 лет, 3-е с 18 лет, 4-е с 18 лет. Агурцией по ним также другие социальные акты, которые также могут быть созданы. Продолжение следует... ...могащие выводы, если выводы. Но среди обучения с бассейном среди желающих средствами. Об этом соединенных, ...могащие деньги в этом случае, ...человеку в колокол-технической мощности, ...смогащище. Искроте, ...могащие, ...могащие истинные дни, ...могащие выводы в среди зимы, ...человековщие, ...какая для вас, ...человековщие, ...будившие дилы, Если вы живете в Стамбуле, в Анкаре, в большом городе, то, конечно же, ваша зарплата будет намного больше, потому что уровень цен, жизнь в больших городах намного дороже. Если вы работаете в Аланье, то ваша зарплата может быть немного меньше. Но, как я уже сказала, минимальная зарплата, установленная государством, является одинаковой. Также есть фирмы, которые помимо минимальной зарплаты или той зарплаты, которую вам начисляют, могут платить и проценты. Проценты зависят в основном от того, в какой сфере вы работаете. В основном это касается сфер продаж. Поэтому, друзья, когда вы думаете о том, сколько можно зарабатывать в Турции, официально, на официальной работе, имея рабочую визу, вы будете зарабатывать около 3000 лир. И далее, как я уже сказала, в зависимости от города, в зависимости от вашей профессии, от знания языков и от вашего профессионализма, уровень этой зарплаты может расти. Дорогие друзья, мы уже переместились в офис нашей компании. Наша компания называется Chetinkaya Brand Design. И наша компания, вот в таком вот виде, в котором она существует на данный момент, она существует уже более 7 лет, с 2013 года. Чем занимается наша компания? Мы занимаемся брендингом, маркетингом, дизайном и печатью полиграфической продукции. Также мы занимаемся всем тем, что может быть полезно для бизнеса. Начиная от каких-то элементарных разработок, логотипов, корпоративных стилей, ребрендинга до продвижения какого-либо бизнеса на турецкий рынок или на любой мировой рынок в любой стране мира. Почему? Потому что наша компания международная. И у нас есть партнеры как в Китае, так в Малайзии, так и в Соединенных Штатах, во Франции, в России, в Казахстане. Поэтому мы работаем с разными странами, с разными фирмами, в зависимости от того, что необходимо клиенту, независимо от того, какой у него бюджет или каким бизнесом он занимается. Мы стараемся находить максимально выгодные и полезные решения для любых бизнесов. И, как вы видите, мы работаем уже более 7 лет, достаточно успешно. Это моя основная деятельность для тех, кто не знает. В описании к моему видео, ко всем видео есть сайт нашей компании, поэтому можете заходить, смотреть. Ну и, конечно же, буду рада с вами сотрудничать, если вам понадобится какая-либо помощь. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш офис. Здесь мы проводим очень много времени, и наш офис является нашим вторым домом, поэтому здесь у нас всегда происходит много всего интересного, и именно здесь мы тестируем все наши проекты, которые притворяем в жизнь. И здесь мы работаем с нашей командой, ну и, конечно же, с нашими друзьями и клиентами. На протяжении уже 10 лет наша компания работает в сфере брендинга, маркетинга, дизайна, развития бизнеса, а также печати полиграфической продукции. Принципами нашей работы является индивидуальный подход, поэтому мы работаем как с большими, так и с маленькими компаниями, как с турецкими, так и с иностранными. Если компании нужен индивидуальный подход и нестандартные решения, то компания обращается к нам. Мы поможем наладить производство, дизайн, ну и, конечно же, сделать так, чтобы компания приносила прибыль и работала на благо общества и владельца. Когда я нахожусь в Алании, то большую часть своего времени я, конечно же, провожу в офисе. И знаете, что я посчитала? Более 100 дней в году я нахожусь за пределами Алании, в других городах Турции или за границей. И самое интересное, что это составляет практически 30% всего года. Ну и, конечно же, работаю я всегда на компьютере и занимаюсь различными проектами. Например, сейчас мы делаем проект по дизайну одного из магазинов, который будет открыт по всей Турции. На самом деле у нас очень много разных проектов и работа у нас очень интересная. Мы работаем с международными компаниями по проектам брендинга, маркетинга, ну и, конечно же, развития бизнеса. В этом видео, друзья, я говорю только о своем опыте как наемного работника, так и работодателя в Турции. Я прошла весь процесс, начиная от наемного работника, когда я приехала в Турцию в 2010 году. Далее я начала свой собственный бизнес, еще не являясь гражданкой Турции, но я начала бизнес совместно с гражданином Турции. Далее я получила гражданство и сейчас у меня своя собственная компания. Если говорить о нашей компании, каким образом мы работаем, чуть ранее вы слышали рассказ Юлии, у которой свой салон красоты. В нашей компании примерно такая же система по поводу набора персонала. На данный момент в штате у нас нет никого. Все наши сотрудники работают удаленно. Поскольку мы международная компания, то иметь кого-то постоянного в офисе у нас совершенно нет необходимости. Мы работаем по проектам. Но в предыдущие годы у нас были работники в офисе, и этим работникам мы также платили заработную плату плюс страховку. И сверх этого мы еще платили проценты в зависимости от проекта. Мы никогда не брали иностранцев на постоянную работу, только иностранцев с гражданством. То есть только турецких граждан, которые получили гражданство по рождению или после. Но поскольку, как я уже сказала, мы международная компания и работаем по разным проектам, и, конечно же, мы работаем с иностранцами, то с различными профессионалами, это самое главное, потому что мы работаем только с профессионалами, мы набираем в соответствии с проектом. Если у нас открывается какой-то интересный проект, под этот проект мы ищем тех, кто будет максимально эффективен и полезен в данном проекте. Как я вам сказала, дорогие друзья, наша компания уже много лет на рынке, и в этом году, пятый год подряд, наша компания получает награду от Ассоциации журналистов Алани за лучший дизайн рекламы в печатной продукции, то есть в газетах или журналах. Это невероятно большая честь. Пятый год мы удостаиваемся этого почетного звания. Это просто невероятно, если вспомнить о том, как мы начинали и как мы совершенствуемся, как мы работаем и так далее. Еще раз подчеркиваю то, что в Турции минимальная зарплата равна для всех, для иностранцев, работающих с рабочей визой, то есть официально, и для турецких граждан. Все остальное зависит от того, где вы проживаете, от вашего профессионализма, знания языков, сферы и так далее. Еще хочу подчеркнуть очень важный момент. Многие мне пишут по поводу работы. Хочу сказать, что на данный момент наша компания не набирает никаких сотрудников. Как я уже сказала, мы работаем только удаленно. И мы не предоставляем никакие услуги по поиску работы в Турции или где-либо. Я сделаю для вас следующее видео о том, как можно найти работу, на каких сайтах смотреть предложения, вакансии и так далее. Но мы не занимаемся никакими посредническими моментами и не оказываем никакие услуги по поводу поиска работы. Поэтому, друзья, пожалуйста, если вы хотите работать в Турции, если вы приезжаете в Турцию, призываю вас работать только официально. Это очень важный момент. Но если вы хотите найти работу в Турции, к сожалению, сейчас ситуация сложная, но мы стараемся также работать на будущее. И я в одном из следующих видео, если вам это интересно, пишите в комментариях, расскажу о том, где смотреть вакансии, которые открыты в Турции. И как увеличить шансы для получения работы. Потому что мне поступает очень много вопросов. Турция, что иностранцы, что Турецкая гражданство не имеет значения базовой зарплаты и проценты зарплаты. Турция, как профессиональный человек своей работой, отзнание языков, английский, русский, немецкий, чем больше языков, тем лучше. И от этого больше зарплаты у него зарплата. А так всем основном Турция получает одинаковую зарплату базовую. Я надеюсь, это было интересно. Интересно это видео, что я раскрыла подробно тему зарплат в Турции. Вы знаете основу, все остальное зависит от вашего работодателя, ваших знаний, вашего профессионализма, от того, в какой вы сфере работаете и в каком городе проживаете. Обязательно подписывайтесь на мой канал. В одном из следующих видео я расскажу о том, как найти работу в Турции. На сегодня я со всеми прощаюсь. Всем спасибо, всем здоровья, всем пока-пока.